Сегодня мы поговорим про организацию добровольческой деятельности, потому что, конечно, акция «Мы вместе» стала определенным таким вот феноменом, наверное, для нас всех по волонтерству в период ковида. Наверное, ни одна страна мира, мы можем об этом заявлять очень авторитетно, потому что мы действительно данные все вопросы изучили, с коллегами из других стран общались, так массово и настолько системно и скоординированно не привлекало и не организовывало добровольческое движение во время распространения коронавирусной инфекции. Потому что в самом начале нам, конечно, сказали, что это очень большие риски. Я сам как врач понимаю, что, в принципе, это очень опасно организовывать массовый, даже не массовый, пусть единичный, не одномоментный, но все равно выход людей на улицу. Потому что любое нахождение на улице или рядом с медицинскими организациями аварийной эпидемии – это определенные риски инфицирования. И вот эти риски нам нужно было минимизировать. И, конечно, я думаю, что здесь среди участников сегодня есть те ребята, которые участвовали в акции «Мы вместе», и нам хочется вас отдельно поблагодарить за то, что в это непростое время вы были с нами. Мы уверены, что в рамках программы по наследию и по реализации проекта «Мы вместе» в такой период после эпидемии вы тоже будете с нами вместе участвовать. Организаторами акции «Мы вместе» был общероссийский народный фронт, ассоциация волонтерских центров и Всероссийское движение «Волонтеры и медики». И как раз на Всероссийское движение «Волонтеры и медики» легла такая достаточно большая ответственность, потому что на базе нашего движения был открыт Центр по координации деятельности региональных волонтерских штабов «Мы вместе». И, соответственно, я являлся руководителем этого центра. В первую очередь «Мы вместе» – это у нас не какой-то бренд, не название. Это, в первую очередь, конечно, миллионы удивительных историй взаимопомощи. И мы сегодня поговорим о цифрах, но за этими цифрами стоит реальная помощь людям. Для нас это было очень важно. Весь период реализации акции, и мы даже не так сильно отслеживали цифры, как качество оказания такой вот помощи, социальных услуг, можно даже сказать, людям. У нас и бортпроводница помогала медикам в качестве волонтеров в больнице. И волонтер-психолог спасла женщину от инсульта. И огромное количество историй, вы, наверное, могли их наблюдать и по телевидению, и видеть их в социальных сетях. Они порой нам казались нереальными. Когда у нас волонтер-психолог из Московской области во время консультации и оказания психологической помощи в рамках нашей «Горячей линии», которая была создана, она заподозрила у женщины определенное нарушение речи, подумала, что это может быть связано с какими-то поражениями головного мозга острого характера, а у нее был острый инсульт. Она вызвала скорую помощь из Московской области в Санкт-Петербург. Скорая помощь приехала к женщине, госпитализировала, и она смогла попасть в тот терапевтический час, который позволил спасти жизнь этого пациента и сохранить ее работоспособность на будущее. И по статистике, которую мы тоже отслеживали по социологии в период пандемии, показала уникальные цифры. По данным ВЦИОМа на апрель месяц информирование о волонтерах, которые помогают во время пандемии волонтерских организаций в рамках проекта «Мы вместе» составляло 89% среди опрошенных. Три четверти граждан, которые ответили на вопросы, оценивали волонтерскую помощь во время пандемии как существенную. 61% был готов оказывать волонтерскую помощь самостоятельно. То есть, наверное, мы никогда не видели еще такой большой всплеск и активизацию волонтерских взаимопомощных качеств в людях, как в этот период. Всего в рамках акции было привлечено с по 18 тысяч волонтеров. Действительно, штабы у нас работают и сейчас. Акция не закончена, потому что есть еще и проблемы в некоторых регионах. Еще пандемия не закончилась. То есть, мы понимаем, что, может быть, самый непростой период – это был период после эпидемии, когда люди будут нуждаться в помощи даже, может, больше, чем в период пандемии. Вначале мы начали этот проект с 16 марта и задумывали его как такое небольшое движение по одному направлению. Адресная помощь пожилым людям и маломобильным в покупке и доставке продуктов и лекарств. Так как самоизоляция пожилых людей 65+, была обведена как одна из самых первых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, конечно, было очень важно их поддержать. А у нас в стране около 9 миллионов, только 9 миллионов – это одинокие пожилые люди. Этим людям некому помочь, в принципе, кроме социальных служб. А мы видели, что социальные службы и Почта России, например, в числе первых ушли на самоизоляцию, потому что их штат составляли как раз люди пожилые. И получилось, что, в принципе, им они ни на чью помощь больше не могут рассчитывать. И государство, поддерживая волонтерство в это непростое время, наверное, тоже определенным образом оказывало помощь этим людям. Но не прямую, а косвенно через волонтеров. И у нас очень многое было создано. Нам удалось буквально за три дня развернуть волонтерские штабы помощи людям. Мы вместе. Мы их тоже разворачивали не одномоментно во всех регионах, а разворачивали поэтапно, когда зарегистрировались, когда в регионе появлялись случаи коронавирусной инфекции. Значит, мы понимали, что в этом регионе будут вводить ограничительные меры. Так как в нашей стране точкой отсчета считается 17 марта, когда у нас были зафиксированы 100 человек заболевших в Российской Федерации, то вот 16 марта мы уже понимали, и это был воскресный день, как сейчас помню, мы уже тогда проводили первые совещания и понимали, что надо определенным образом, конечно, включиться в этот процесс. Но мы не понимали, как, потому что подобного опыта ни у нас, ни у наших коллег зарубежных, ни у наших партнеров из других организаций, конечно же, не было. И опять еще один феномен, что средний возраст волонтера, а это 45% волонтеров, которые были привлечены к акции «Мы вместе», находился в диапазоне от 26 до 40 лет. Таких было более 45%. Это, опять же, определенный феномен, потому что мы по социологии, по статистике видим, что у нас в стране большее количество ребят, конечно, молодого возраста личного волонтерства. Наравне с ними, конечно, возникаются люди и старшего возраста, и среднего возраста, но просто волонтеров среди молодежи их больше всего. И, конечно, у нас накладывались определенные, наверное, во-первых, мы переследовали определенные цели. Во-первых, это очень грамотно организовать волонтерскую помощь, чтобы не нанести вред ни волонтерам, ни тем, кому мы помогаем. Чтобы волонтеры не стали доставщиками коронавируса в квартире пожилых людей. И чтобы не было поваленной заболеваемости и распространения пандемии за счет заболевания самих волонтеров. Тогда бы нас просто обвинили в том, что мы ребят отправили на верное заболевание и на большие риски, и не смогли обеспечить их безопасность. Это наш первый такой вызов стоял перед нами. Второй вызов – это, конечно, грамотно придумать и сформировать систему целую, потому что нам нужно было помочь не в конкретном районе, городе или регионе. Нам нужно было организовать судебность по всей стране с учетом огромного количества факторов, стандартных, в которых мы привыкли с вами работать. Это климатические, географические, национальные, языковые, какие-то особенности менталитета, которые есть в тех или иных регионах. Потому что понятно, что организация добровольчества на Северном Кавказе, за Полярным Кругом, на Камчатке, на Сахалине. И добровольчество в Москве и Московской области – это, конечно, об одном и том же, но к организации этой деятельности подходы совершенно разные. И вид жизни совершенно разный, и мотивация у людей совершенно разная, и уровень жизни совершенно разный. Нам нужно было придумать вот такую уникальную, наверное, схему. И нам неоткуда было ее взять, нам нужно было ее именно придумать. Это на это я акцент хочу сделать. Поэтому за период пандемии мы разработали около 20 методических материалов, которые мы сейчас активно делимся с коллегами из других стран, с Казахстаном, с Киргизией, с Арменией. Мы находимся вообще в постоянном круглосуточном контакте, потому что в этих странах сейчас так называемая вторая волна присутствует в определенном плане. Ну или второй пик, подъем второй заболеваемости. И, конечно, им есть, чему у нас получается, так можно честно и открыто сказать. И нам, конечно, очень приятно делиться с ними нашими наработками. У нас есть отдельная рекомендация для организаторов добровольческой деятельности по организации волонтерства в период пандемии. И как раз там описаны все моменты, начиная от того, как максимум организовать работу в дистанционном формате, чтобы, ребята, минимальный очный контакт с волонтерами был, до обеспечения работы штаба, потому что штаб нужен был. Люди должны были где-то брать средства медиальной защиты, должен был быть где-то какой-то очный инструктаж передачи заявки. И люди, которые работали в колл-центре, у нас будет в каждом регионе организован волонтерский колл-центр, они тоже должны были где-то сидеть. Несмотря на то, что мы, конечно, пытались переводить всех на дистанционку, но, конечно, форма точной работы по каким-то сферам ничего не может заменить. И мы придумывали и особенности работы штабов, это и расстояние, это разделение потоков, чтобы волонтеры штаба, которые находятся только в штабе, не пересекались с теми волонтерами, которые приходили и уходили к пожилым людям, которые посещали их на дому. Это и особенность осуществления волонтерской деятельности. У нас волонтеры никогда не заходили в квартиру, это была защита и от мошенников, которые появились на второй неделе нашей акции, когда люди представлялись волонтерами нечестные на руку, заходили к пожилым людям и их просто обворовывали. Поэтому волонтеры никогда не заходили в квартиру. Мы напечатали бейджи огромным тиражом и отправили их в регион, и у всех волонтеров были единые бейджи. Там был телефон, по которому можно было уточнить, точно ли это волонтер. Волонтер всегда с собой имел паспорт, который он мог предъявить по требованию любого человека, которому он помогает. И штаб на бейджи был написан номером, и позвонив туда, пожилой человек мог уточнить, точно ли это волонтеры акции, и мы вместе. Тут встал вопрос и денег, потому что волонтеры не всегда бесплатно приносили продукты, хотя у нас была и такая акция помощи, безвозмездная передача продуктовых наборов. То есть волонтеры должны своих денег был купить, а потом ему возместить пожилой человек. Иногда были ситуации, когда им деньги не возмещали, и очень-очень много вопросов возникало по ходу. И мы с колес их решали, транслировали в регионы, и штабы первые два месяца работали круглосуточно, 24 часа в сутки, то есть 7 дней в неделю. Это реально так, и мы работали в таком же режиме, и мы постоянно проводили селекторы с регионами, и с Минздравом, с Потребнадзором, сверяли рекомендации, что-то переделали, что-то переписывали. Это же и при распределении средств национальной защиты по региональным штабам нам нужно было формулу создавать, чтобы сделать расчет, как посчитать региону, сколько им нужно СИЗов нам отправить, а сколько им СИЗов выдать волонтеру, чтобы рационально их расходить, потому что средства медицинской защиты во время пандемии – это самый такой дефицитный товар был. Это и перемещение волонтеров внутри городов, когда они стали ограничиваться, и вы знаете, что у нас были несколько регионов, например, Москва и Краснодар, где были очень строгие ограничения в перемещении граждан без специальных пропусков, это невозможно было сделать. Поэтому мы разработали буквально за два дня на платформе добро.ру, которая стала базой для работы с волонтерами в рамках пандемии, цифровую систему пропусков для волонтеров, которые можно было автоматически сгенерировать со специальным QR-кодом, который можно было бы отправить на электронную почту. Волонтеру он действовал один день, организатор, соответственно, всех проставлял, выдавал пропуска, на следующий день выдавал новым ребятам пропуска, и организовать работу нам было очень важно, и мы это смогли в 60 регионах сделать, по принципам соседского волонтерства, когда для того, чтобы минимизировать перемещение волонтеров по городу, минимизировать использование общественного транспорта, нам удалось внутри, к примеру, района, закрепить волонтеров, которые помогали людям в диапазоне полутора километров от своего места проживания, а иногда даже в диапазоне 500 метров. По сути, этот волонтер правил-то никакие не нарушал. Он шел до ближайшего магазина, но просто покупая продукты себе, он помогал еще и соседям. Люди стали сами организовываться, вывешивать афиши такие и предлагать людям купить продукты и товары, просто позвонить им по телефону и без всяких сайтов, без всякой регистрации, просто помочь. Это тоже такая одна из форм самоорганизации граждан, которая произошла в это время, для нас она тоже была очень важна. Отдельно, конечно, заслуживает уважение и больших слов благодарности волонтерам, которые помогали в медицинских организациях. Это не только люди-волонтеры-медики, получающие или получившие медицинское образование, это люди вообще всех специальностей, потому что остро встала проблема подготовки стационаров под ковидные госпитали, их так называемое перепрофилирование, когда нужно просто было перетащить 200 кроватей с одного этажа на другой. Вот кто это мог сделать? Конечно, не медицинский персонал. Для этого привлекались волонтеры, которые тут тоже помогали, и все понимали, что без этого невозможно запустить полноценную работу ковидного госпиталя. А у нас ребята работали и в желтых зонах, это промежуточная зона между красным и зеленым, красная зона пациента с коронавирусной инфекцией, зеленая зона там, где нет, там, где не лечатся и не находятся по документам пациента с коронавирусной инфекцией, мы понимали, что они могли быть везде. И вот мы на фотографии, например, видим, это больница в коммунарке, как раз желтая зона, где ребята помогали врачам просто одевать сизы, заматывали им руки, помогали полностью как бы укомплектоваться. И они, конечно, были действительно наши герои, потому что они шли на огромный риск. Мы где-то с середины проекта обеспечивали страхование волонтеров, которые работают в медицинских учреждениях, это тоже было очень важно, страхование жизни и здоровья, как и шло страхование медицинского персонала. Кроме того, с Минздравом мы договорились на одну меру, которая, с одной стороны, может показаться очень ограничительной, но, с другой стороны, она имеет очень важный смысл. И вначале без нее мы вообще никак не выжили, потому что в красных зонах могли работать только волонтеры, не могли работать волонтеры, могли работать только люди трудоустроенные. И поэтому мы, договорившись с Минздравом, в регионы отправляли определенные рекомендации, чтобы те волонтеры-медики, которые работают в красной зоне, были трудоустроены на 0,1-0,2 ставки. Это для медицинской организации не так много, но это дает возможность, во-первых, рассчитывать СИЗы на этого волонтера, средствами данной защиты, я так скажу, и, во-вторых, сделать ему какие-то компенсационные выплаты в случае, если он заболел. Потому что по решению президента врачи наравне с военными имели определенные гарантии в этом плане, как во время боевых действий. У нас было закуплено более 23 миллионов средств индивидуальной защиты. У нас был штабовый фонд, акции «Мы вместе». Он тоже был приземлен на Всероссийское движение волонтеры-медики. Более 1 миллиарда 800 миллионов рублей было собрано. Все средства шли на покупку средств индивидуальной защиты для медицинских организаций, для социальных учреждений, для волонтеров, на обеспечение штабов «Мы вместе» и на покупку продуктовых наборов. Я об этом тоже сегодня попозже расскажу. Президент России Владимир Путин очень высоко оценил деятельность волонтеров. У нас было с ним две встречи. И он учредил специальную медаль за бескорыстный вклад в организацию акции «Мы вместе». И сейчас, в скором времени, когда позволит эта эпидемиологическая обстановка, мы как раз будем награждать тех волонтеров, партнеров, организаторов, которые внесли огромный вклад в проведение этой акции и поддержали людей в такой непростой период. У нас вот точная цифра есть, она внизу представлена. 3 миллиона 450 тысяч 646 человек получили помощь. Это помощь по заявкам в доставке и покупке продуктов и лекарств. Это бесплатные продуктовые наборы. Это юридические и психологические консультации. Это и просто консультационная помощь по горячей линии, которую проводили наши волонтеры. Здесь не считаются те люди, которым волонтеры помогли в больнице, потому что их очень тяжело посчитать. Мы решили остановиться на этой цифре. У нас сформировалось сообщество волонтеров-психологов, волонтеров-юристов. Сейчас волонтеры-психологи в рамках наших движений продолжат дальше развиваться как наследие акции «Мы вместе» в рамках действующего проекта «Мы вместе». И для них специальная инфраструктура была создана для удаленной помощи. Это был облачный полцентр. Они могли с своего домашнего компьютера по определенному графику круглосуточно консультировать людей по нашей горячей линии 8800-234-11, которая тоже была развернута за пару дней. Про нее стоит поговорить отдельно, потому что нам под эту горячую линию многие крупные компании отдавали свои колл-центы, чтобы мы могли принимать и обрабатывать как можно больше звонков. И в пиковые часы нагрузка была до десятков тысяч звонков одновременно. Это огромное количество, которое мы смогли обработать. И у нас был создан также чат-бот, например, в Vibery, который нам тоже партнеры помогли сделать совершенно бесплатно, который позволял получать такую в онлайн-формате помощь психологов и юристов. Вы заходите, вы можете сейчас в Vibery вместе и посмотреть, какие психологи сейчас в сети, которые помогут и ответят на ваши вопросы. Я сам проверял на себе это и действительно получил очень качественную, хорошую консультацию. Юристов, конечно, не проверял, но психологи работают очень хорошо. Старт за три дня, более четырех месяцев работы, 85 регионов. Это вот на фотографии мы, к примеру, видим работы наших региональных НКО-операторов, которые стали нашими бюхерами в распределении средств, которые мы получали от благотворительной деятельности. Мы понимали, что нам нужно очень оперативно оказать продуктовую помощь, ну, то есть предоставить бесплатный продуктовый набор большому количеству людей, миллионам людей за один месяц. Если бы мы это делали из Москвы, мы бы это просто не смогли организовать, потому что были проблемы и с транспортом. То есть у нас, к примеру, когда мы развозили СИЗы, водитель приехал в город, и он не мог из него выехать, потому что его посадили на самоизоляцию на две недели, и его просто не выпускали, а кого-то, наоборот, не впускали в город. А дорога в определенный населенный пункт Б проходила через город А. И не мог он проехать через город А, соответственно, он не мог попасть в населенный пункт Б. И огромное было количество проблем и вопросов, и на Дальнем Востоке были проблемы с перелетами. Мы просто не могли СИЗы из одного города перевезти в другой город. Поэтому нам нужен был другой алгоритм распределения такой продуктовой помощи. Этим алгоритмом как раз у нас стала сеть МКО-операторов, которые помогали нам и в проекте «Продуктовая помощь», в рамках которой у нас более полутора миллионов человек получили бесплатные продуктовые наборы. Это и закупка, и упаковка с соблюдением всех правил и норм. Это их распределение очень такое честное. И прием заявок от людей, и отчетность – это огромная работа, которую они проделали. Это тоже одно из достижений, мне кажется, всей нашей большой команды. И проект «Вам родные», в рамках которого 45 тысяч ветеранов получили большие праздничные продуктовые такие корзины, достойные и не стыдно их было действительно нам дарить, потому что они были очень объемные и очень, я думаю, полезные для наших ветеранов. И тут хочется поблагодарить всех наших партнеров и бизнес, который помогал и федеральные ведомства, и министерства, которые поддерживали нас в этой акции, функционал, который постоянно расширялся. Ну и главный герой – это, конечно, люди. Если бы не было людей, если бы не было волонтерских организаций, НКО, которые присоединялись, нам бы, наверное, это все не удалось бы сделать, как бы мы круто бы это все не придумывали. Поэтому главными реализаторами были непосредственно они. Ну вот это у нас был запущен сайт отдельно, там тоже буквально за пару дней мы вместе, 2020.rf, там можете посмотреть огромное количество информации, материалов. Вот здесь написано «Провлеченные средства». Это информация как раз в проакции, которую я только что озвучил. То есть мы понимаем, какими объемами мы мыслили. Мы говорим, вот там, продуктовая помощь полутора миллионам людей, а это 12 766 тонн. Это 6 тысяч грузовиков, больше 6 тысяч грузовиков. Это и помощь медикам в середине проекта у нас заработала. А медикам тоже нужно было помочь. Их нужно было поселить, перевести от работы на работу, если это необходимо, предоставить им питание. И тут акция «Мы вместе» занималась координацией ресурсов, которые поступали. Потому что очень важно было сделать это чисто, прозрачно и открыто. Ничего не потерять и всем помощь, которую нужно, предоставить. Это обеспечение волонтерских штабов и обеспечение волонтеров. Это и транспорт, потому что использование городского транспорта в это время было, опять же, просто небезопасно. И поэтому одним из таких важных факторов были машины. И поэтому вот самый пример простой. Kia Motors предоставила 16 автомобилей только в Москве. Hyundai, Mercedes-Benz, другие крупные марки автомобилей тоже их предоставляли. И когда нам дали машину, мы поняли, что нет топливных карт. «Газпромнефть» предоставил огромное количество топливных карт. Ребята могли заправляться и использовать и эти машины, и топливные карты. Когда у нас закончились и машины, и топливные карты, администрации субъектов и крупных компаний стали выделять свои служебные машины для волонтеров, чтобы волонтеры могли на них доставлять продукты и распределять продуктовую помощь. Потому что это же достаточно большие объемы, их в руках ты просто так не увезешь. Время, которое волонтер тратил на одну заявку, это около полутора часов. То есть надо было зайти в штаб, доехать до магазина, из магазина все закупить, прийти к получателю и идти дальше в следующий магазин. В этом году как раз номинация «Есть доброе дело» Всероссийского конкурса «Добровольцы России». Номинация расширена. Мы вместе волонтеры, мы вместе НКО, мы вместе бизнес, мы вместе помощь врачам. И как раз ребята смогут получить, мне кажется, очень такую заслуженную награду за весь их вклад и за весь их труд. Ну и очень важно сохранить все это наследие, приумножить на будущее, потому что об этом просили нас регионы, об этом мы тоже думали, потому что те механизмы, которые были выработаны, они, конечно, очень... Мы бы их, наверное, если бы не было пандемии, то мы бы их никогда, может, не придумали, но придумали через очень многое время, потому что нам пришлось экстренно все цифровизировать, переходить цифровые подходы к любым процессам организовывать. Например, в подготовке даже волонтеров у нас за 4 дня был организован дистанционный курс для всех волонтеров, которые адресно помогают, где мы рассказывали про особенности эпидемиологической ситуации, про механизм действия волонтеров, потому что у нас ни один волонтер, наверное, в нашей стране не работал в период эпидемий. Ну, потому что у нас и эпидемий таких больших не было, у нас были гриппозные эпидемии, но они как-то так особо не затрагивали массово нас всех, и если ограничения были, то они были локальны. А вот, к примеру, по доставке, если многие могут подумать, зачем волонтеры доставляли продукты, если есть доставки крупных магазинов? Ну вот где-то в начале пандемии, когда я позвонил в доставку магазина Перепресток, а в Москве понятно, что достаточно много, и вроде бы должна быть оперативность большая, срок ожидания доставки составлял 17 дней. Вы понимали, что, наверное, если в Москве такая ситуация происходит, то в регионах или нет этих доставок, или сроки ожидания намного больше. И так получалось, что, несмотря на то, что многие хотели помочь, просто чисто технически невозможно это было сделать, потому что огромный там шпал заявок был, поэтому нам приходилось, конечно, и организовывать у себя и такую аналогичную, знаете, систему доставки и распределения заявок, потому что у нас была целая система электронная, через которую операторы колл-центра заносили заявки, региональные колл-центры, которые были в штабах, мы вместе развернуты, прозванивали эти заявки, уточняли, собирали список продуктов и лекарств, которые были нужны, и другие уже волонтеры выездных групп, то есть целая структура создалась, архитектура такая штаба, мы вместе, волонтеры выездных групп уже непосредственно эти заявки осуществляли. Закреплялись ребята за районами, реализовывали принципы соседского волонтерства, не допускались к волонтерской деятельности в штабах мы вместе, волонтеры из числа медицинских работников, или волонтеры-медики, помогающие в медицинских организациях, что высокий риск был инфицирования. Отчистители воздуха, ультрафиолетовые облучатели воздуха, антисептики, санитайзеры, эти специальные коврики, которые не дают занести бактерии из кабинета в кабинет, проветривание, обработка антисептическими растворами, заинфицирующими средствами, измерение температуры просто по пять раз в день, тестирование волонтеров на коронавирусную инфекцию. Вот через это все мы прошли, и каждый день ставил для нас новые задачи, ответы на которых нам только предстояло найти. И в некоторых случаях мы ошибались, ошибки у нас тоже были, но они, конечно, не имели фатальный характер, слава богу. Но, конечно, когда мы что-то, такой неправильный подход находили к вопросу, нам приходилось переделывать этот подход, заново его тестировать. Ну и, конечно, очень таким непростым фактором была общая усталость, которая накапливалась среди волонтеров, среди организаторов добровольческой деятельности. Вот к концу третьего месяца люди, которые работали без отдыха, такой огромный период понимали, мы понимали, что нужна какая-то и мотивация, тут нужны какие-то супермеры, чтобы их как-то поддержать в это непростое время. Мы делали отдельно службу психологической помощи для организаторов волонтерской деятельности для координаторов, отдельно работала служба психологической помощи для операторов колл-центра, потому что у них были нервные срывы, они работали в очень непростых условиях, и очень такой большой напор был людей, во многих случаях очень такого резкого характера. Ну и ситуация была непростая. Вот нам часть сотрудников, у меня в моей некоммерческой организации и в нашем центре по координации региональных штабов, мы вместе работали на удаленке, большая часть сотрудников. И это для нас тоже было новое, да, я думаю, что все некоммерческие организации и волонтерские проекты, которые нас сейчас слышат, они понимают это. Пришлось все это, считайте, как бы с нуля, выстраивать дистанционную работу, это намного сложнее, чем очная работа. И вот эти вот Zoom-форматы, вот сейчас мы с вами общаемся, и мне кажется, мы за это время все к этому очень привыкли, действительно очень удобный формат, мы сейчас его очень практикуем часто. Одной из таких вот мер по мотивации, по ощрению волонтеров, организаторов волонтерской деятельности, по их мотивации, наверное, были наши еженедельные селекторные совещания, которые имели такой формат обмена опытом. Они были очень нужны, потому что, ну, вообще ситуация менялась каждый час, и если бы проводить их под изменение ситуации, то нужно было делать каждый час. Нам очень важно было поддержать ребят, с одной стороны, а с другой стороны, донести для них какую-то новую информацию, очень такую значимую, и приходилось просто перестраивать свою работу. Вот в этом еще была сложность, то, что вот они вроде бы устаканили свою работу, а мы говорим, сейчас переходим на соседское волонтерство, они переходят на этот формат. Говорим, а сейчас мы с вами переходим на формат работы, одна неделя работы, две недели самоизоляции, чтобы прервать цепочку инфицирования в рамках эпидемиологического процесса. Если даже человек заболел, чтобы он неделю поработал и ушел домой. И если у него в течение двух недель не появятся симптомы, то он может вернуться к волонтерской деятельности. Мы эту систему реализовывали. И для организатора волонтерской деятельности это дополнительная нагрузка, потому что ему надо опять перестраивать систему, и, знаете, там у нас так, вот таким образом, кардинально, наверное, процентов на 60, система организации добровольческой деятельности перестраивалась за время нашего проекта раза 3 или 4. А это нужно заново обучать, нужно заново объяснять, заново внедрять. Ну и это, конечно, в такое непростое время тоже было определенным отягощающим фактором, но мы это, мне кажется, очень с честью и достоинством выдержали. И мы, как пример, да, мотивации волонтеров, мы проводили с ними интеллектуальную игру «Мы вместе». Вот наши коллеги из группы компаний «Газпромедиахолдинг» и «Кино и телевидение», их подразделения, представители игры «Что, где, когда» организовывают для наших ребят такие интеллектуальные игры, чтобы они могли отвлечься в выходные и дни из разных регионов. Это тоже как формат такой нематериальной поддержки и мотивации был. Для всех волонтеров-медик, которые помогали в больницах при поступлении в ординатуру в этом году, есть дополнительные баллы, которые, я думаю, станут очень такой тоже правильной оценкой их вклада в борьбу с коронавирусной инфекцией. И, наверное, вот из такого, что я хотел рассказать, наверное, это все. Теперь я предлагаю перейти к вопросам на ответ, к ответам на вопросы, если они есть. Или, может, какую-то другую тему еще разразить, и я ее расскажу. Да, Павел, спасибо огромное. Такой вот обзор, он действительно дает впечатление и о масштабах, и о том большом труде, который был проделан. Я немножко как-то покасательный, да, был причастным к московской программе, поэтому, наверное, изнутри что-то понимаю, но все же интересно. А каким образом удалось, действительно, с такой скоростью, и я помню, ну, грубо говоря, вот ничего не было, и потом как-то очень быстро вот появилась эта реклама, она была везде, и в компьютере, и уже в городе она появилась, и везде-везде. Но это, как бы, привлечение людей – это одно. А вот эти какие-то опорные точки, ведь какие-то проверенные люди или проверенные организации, которые смогли стать вашими такими провайдерами, в том числе в регионах, да не только в регионах, почему, в конкретных, да, там, поселках, не знаю, городах, районах города. Вот каким образом вы нашли этих людей? Это же не просто, Вася, ты активный, да, активный. Давай, вот ты теперь будешь рулить целой конструкцией. Вот, где вы взяли такое количество вот этих вот суперпроверенных людей, которые стали, ну, не знаю, как их назвать, там, лидерами, не знаю, там, координаторами, не знаю, как. Ну, тут надо, конечно, понимать, что большой поддержкой и опорой нам стала вообще та система некоммерческих волонтерских организаций, региональных отделений всероссийских волонтерских движений, учреждений молодежной политики, которые все эти годы создавались, куда вкладывались, инвестировались большие ресурсы по поддержке. То есть, если бы у нас этого всего не было, не было бы года волонтера, не было бы такой, там, поддержки и ресурсной поддержки, в том числе и НКО волонтерских организаций, там, фондом президентских, грантов, рост молодежью, региональными органами власти, не было бы там вот этих постоянных дорожных карт, планов по развитию волонтерства, планов мероприятий по поддержке добровольческой деятельности, наверное, было бы тяжело и просто не на что было приземлить все эти конструкции, которые мы придумали. А у нас, конечно, так как на базе нашего движения был организован штаб координации волонтерских штабов, то в большинстве регионов координаторами, руководителями штабов мы вместе, стали наши региональные координаторы волонтеров МЕИК. А у нас очень такая сложная и четкая система, в медицине, наверное, она очень сильно вертикализирована априори. Наверное, тут медицину можно сравнить как вот с армией, потому что в данной ситуации у нас не было времени на рассуждения, на уговоры, на объяснение, почему именно так. И вот это, конечно, мы объясняли, но у нас вот время от поступления задач до ее внедрения должно было проходить минимальные доли секунды, минуты, потому что от скорости реакции руководителей штабов зависели жизни волонтеров. Потому что никто из них, ну, и если бы они были, наверное, не медики, как в большинстве случаев у нас, и они бы не понимали, вот как бы я им говорил, а, они уже сами додумывали весь остальной алфавит, они понимали, зачем им это разделение, они могли убедить волонтеров, могли убедить органы власти. Они бы говорят, да зачем, у нас вот хорошо работают 100 волонтеров, пусть дальше работают, зачем нам какие-то графики вводить, по районам кого-то закреплять, что-то еще вводить. Мы и так нормально работаем, но мы понимаем, что тогда угроза жизни волонтерам увеличивалась, а нам нужно было ее минимизировать и вообще свести к нулю. Мы считаем своим очень большим достижением то, что нам удалось предотвратить распространение коронавируса среди волонтеров, потому что все в самом начале мне еще говорили, что у вас там все штабы закроются на карантин. У нас закрывались штабы на карантин, это было три штаба, которые закрывались на карантин по случаю коронавирусной инфекции, по контакту, но это все было очень локально и каких-то огромных последствий и огромной массовой заболеваемости не имело. Тут и молодой, наверное, волонтерский иммунитет сыграл свое дело, и общие те меры, которые мы принимали. И, кстати, вот если мы посмотрим, у нас в стране заболеваемость пожилых людей коронавирусной инфекцией, она самая минимальная вообще во всем мире. И потому что, наверное, они, я думаю, что у нас более такие в этом плане ответственные, они остались дома, и мы смогли им обеспечить необходимый уход дома. Ну, уход, насколько это возможно, в это время, покупку продуктов и лекарств. То есть мы смогли им обеспечить все эти сервисы, чтобы они не выходили из своего дома. Отдельно у нас были волонтерские организации и НКО, которые помогали и беременным женщинам, и многодетным семьям. И волонтеры привлекались к работе в хосписах, в домах престарелых. И фонд «Старость в радость», например, дистанционно проводил онлайн-встречи со своими подопечными в домах престарелых. И мы тоже старались им помогать, волонтерами. Иногда у нас даже было больше волонтеров в некоторых регионах, чем там требовалось. И это нам давало возможность для маневра, возможность выводить все наши такие вот организационные подходы, графики ротировать волонтеров, чтобы ротировать команды волонтеров. То есть вот эту неделю у нас работа команды волонтеров А. После этого команда волонтеров А уходит на две недели на самоизоляцию, мы запускаем команду волонтеров В и так далее, вот в таких форматах. И очень много людей откликнулось, что тоже нам позволяло. Ну, конечно, вот информационная кампания и наша подготовка. Хорошо, что мы начали готовиться заранее. То есть я могу сказать, что 16 число в нашем случае было заранее, потому что каждый час был на счету. Если бы мы начали внедрять эту историю в начале апреля, то, наверное, совсем это все было по-другому. Потому что мы смогли как-то вроде бы всем голову вложить, что волонтеры в эту ситуацию, они просто необходимы. И когда органы власти придумывали меры по ограничению передвижения граждан, они не забывали про волонтеров, потому что у них уже действующая система была. А если бы мы ввели это потом, то просто у нас волонтеры не смогли выйти на улицу. Ну, и, наверное, можно еще бесконечно говорить, сколько у нас было вопросов, которые нам пришлось и удалось решить. Но вот такая очень... Я просто понимал, что в этой системе нам нужна не демократия, как бы страшно это не звучало в организации волонтерской деятельности, а очень такая, очень выстроенная, скорнированная система, которая в нужный момент, я понимал, что у нас может быть ситуация, когда настолько усложнится эпидемиологическая обстановка, что мы закроем волонтерские программы, что будет такая высокая заболеваемость, что просто небезопасно будет находиться, и, может быть, будет новое военное положение, и что-то такое. Мы к этому готовились. То есть у нас, в принципе, были готовы несколько сценариев развития ситуации, и когда мы в середине проекта работали, мы их все отрабатывали, чтобы в нужный момент мы всем просто сказали, все, сейчас расходимся по домам, закрываем штабы, и там начинают работать уже другие структуры. Но этого не произошло, это тоже, конечно, внесло свои коррективы в нашу деятельность. Нам пришлось думать о том, как вот вроде бы все это думали вначале, что там на недельку, на две, на три, на четыре, на пять. А когда уже прошел месяц второй, это уже приходилось вот с какой-то такой сиюминутной порыва людей переходить уже на системную работу, а это совсем другое. То есть одно дело выйти на мероприятие по волонтере на два, на три, на недельку, там три раза в месяц, а другое дело четыре месяца. То есть это уже совсем другой подход и мышление у людей, и информационную компанию, я тоже удивляюсь до сих пор, насколько много ее было, потому что часть, конечно, запускали мы, а часть информационной компании, которая была, уже организовали не мы, а просто представляли свои площадки, использовали хэштеги, использовали сайты, чтобы просто максимально людей снавигировать. Это очень важно было, наверное, и в психологическом плане, потому что и так все было очень тяжело, и нужен был людям какой-то позитив. Вот волонтерство, оно, с одной стороны, дало позитив, оно и дало возможность поучаствовать в чем-то в это непростое время, как-то попробовать, кто-то там проводил онлайн-зарядки, кто-то проводил школы свои в режиме онлайн, кто-то участвовал в волонтерской деятельности. И на портале «Мы вместе» в какой-то момент это стало, знаете, каким-то таким мультимедийным коммуникационным пространством, где можно было и коды для фильмов посмотреть, и можно было что-то почитать. И портал, например, «Учи.ру», я просто о многом хотелось бы рассказать, но вот я только так вот отрывочно рассказывал. Первый вот портал «Учи.ру» предоставил всем медицинским работникам коды на доступ для их детей к своей платформе, чтобы их дети, когда их родители находятся в больницах, они могли готовиться к ЕГЭ, получать профессиональную помощь репетиторов. И это вот наши с ними договоренности. И на самом деле, наверное, если бы не было такого раскушенного бренда, вот в этом случае, я могу сказать так, не было бы такого доверия, то, наверное, они бы не вложили такие ресурсы вот в эту всю историю, так же, как и другой бизнес. Потому что у нас, наверное, ни один проект в истории страны не собирал такие суммы. Да, есть крупные благотворительные фонды, которые, наверное, примерно такие же суммы собирают, но у нас еще и пожертвования были и частных лиц, и вообще говорят, что пожертвования компаний в период пандемии снизились, потому что экономическая обстановка непростая была. И это один из феноменов. Почему? Тогда, когда бизнес утяжелее всего, бизнес решил поддержать людей, волонтеров, НКО, медицинские организации. Почему они это сделали? Ну, наверное, проснулось у людей или обострилось у некоторых, у которых уже до этого проснулось это чувство, и они с ним жили, чувство такой сопричастности. И вот акция взаимопомощи, которая у нас называется, вот взаимопомощь – это, наверное, такое базовое понятие, которое мы через всю акцию пронесли. Очень важно, что мы его не потеряли, что за вот этими миллионами социальной рекламы, роликами у нас не потерялся суть и смысл. Это очень важно было удержать. И, ну, люди остались каким-то таким вот приятным чувством их первого в некоторых случаях волонтерского опыта. И мы надеемся, что они продолжат волонтерство вместе с нами или с другими организациями. Мы там давали возможность, типа, волонтерить и в приюты для бездомных животных, и сами волонтерили. И я думаю, что многие за это время открыли для себя очень много всего интересного. И волонтерство как-то вошло в их жизнь органично. И теперь, наверное, я надеюсь, что, может быть, оно уже никогда не выйдет. Да, спасибо. А скажите, вот по поводу пути волонтера от, скажем так, вот того, как человек увидел рекламу и до того, как он уже стал таким постоянно действующим волонтером. Опять же, когда это делается в рамках организации, где всех координаторов знаю я лично, это одно. Когда действительно вы отвечаете за безопасность и вот этих пожилых людей, и вот этих бабушек, там, дедушек, и волонтеров, и всех-всех-всех в каких-то далеких-далеких уголках. Ну, по мне так это действительно немножко другое. Я знаю, что у вас были выпущены видеоролики. Видимо, это такое начальное предварительное обучение. Некоторые из них я смотрел. Но вот все же, вот условно говоря, там, ну, не знаю, потому что в городе Рязани я увидел эту рекламу, и я захотел чего-то такое сделать. И какие были мои шаги действительно, кто принимал решения, кто в конце концов меня, я не знаю, там, проверял, не проверял, собеседовал, не собеседовал. Каким образом я там, не знаю, тестировался, потому что вы и сами упомянули, да, и такие случаи были. И слава богу, их было немного и по России, и в Москве, но мошенники действительно были. Или люди просто безбашенные, не готовые соблюдать, да, вот все эти писания врачебные и так далее. Вот как это все происходило? Какой путь человека? Да, это один из первых вопросов, которые мы продумывали, потому что нам необходимо было, наверное, вот какие-то локальные самостоятельные подходы в этом плане тоже подвести, как говорится, под единый знаменатель. Потому что, по сути, за все, что происходило с волонтерами, мы отвечали головой. Потому что все видели бренд, мы вместе, вы, волонтеры, мы вместе. И кто-то нашел в каком-то городе фотографию, где волонтер был без перчаток. И, конечно, первые вопросы, претензии поступили к нам. Почему волонтеры? Ну, понятно, что мы не можем из Москвы проконтролировать, чтобы каждый волонтер был в перчатках. Поэтому нам нужно было построить систему так. Во-первых, повышение личной ответственности самого волонтера, повышение личной и такой организационной ответственности организатор добровольческой деятельности. Ну и это все как-то контролирует. У нас человек регистрировался на портале мы вместе, 2020.rf. Портал мы вместе был объединен с порталом добро.ru. Это нам позволяло как бы не создавать новую систему, а просто, опять же, использовать этот лендинг в рамках большого портала, который уже по добровольческой деятельности, который уже до этого существовал. Люди регистрировались там, им предлагалось пройти обучение. У каждого регионального волонтерского штаба был свой личный кабинет, они видели всех людей, которые зарегистрировались по функциям. Потом, когда мы ввели эту карту из исследовательского волонтерства, они видели прямо их на карте. И, грубо говоря, к ним поступала заявка. Они их... У нас мы работаем в двух системах. Это добро.ru и умфпомощь. Там мы, например, работали с заявками. И мы эти заявки, кстати, там распределялись по папочкам, по районам, и искали подходящих волонтеров в этом районе, и ему передавали эту заявку. Тут же еще вопросы персональных данных, и информирования добровольного согласия, и политики конфиденциальности. Ну, и еще куча-куча всего, что нам пришлось как бы пройти. Понятно, что что-то нам пришлось просто под личную ответственность реализовывать. Просто мы понимаем, что по-другому никак. Ну, никак. Нельзя провести собеседование со 11 тысяч волонтеров в такое непростое время. Потому что там 25 тысяч волонтеров на Олимпийские игры готовились 5 лет. На универсиаду в Казани там 15 тысяч волонтеров тоже готовились 3 года. У нас не было этого времени в принципе. И у нас был дистанционный курс, который проходили все, кто выбрал функцию адресная помощь людям в покупке продуктов и лекарств. Остальные направления деятельности у нас были больше, ну, в дистанционном формате, заключением волонтерства в больницах. Ну, волонтерством в больнице занимались региональные отделения волонтеров медиков, так как они и так это делают в большинстве случаев. Они уже привлекали других. Молодежь КОНФ помогала, другие какие-то волонтерские организации, локальные, региональные, помогали в больницах. Но это сопряжено было с большим риском, и поэтому в большинстве случаев это были волонтеры медики. После этого приглашали или на очный инструктаж, потому что все-таки прежде чем передать персональные данные пожилого человека и отправить его к пожилому человеку, нам бы хотелось хоть раз посмотреть на этого волонтера. И поэтому очный инструктаж нельзя было исключить. И какой-то вот хотя бы «Привет, как тебя зовут?» Вася Петров, хорошо, чем занимаешься? Все, спасибо, давай проходи, померяем твою температуру. Потому что вопрос измерения температуры у опытных волонтеров, которые уже не первый раз приходят, они сами измерят дома себе четыре раза, они сами проинфицируют руки, оденут маски. А новенькие ребята, которые приходят, мы не можем быть удостоверены, что, во-первых, они без признаков уровня. И, может быть, он думает, что у него все хорошо, но говорит, знаете, у меня что-то вот я вкусный запах не ощущаю. А отсутствие ощущения запахов – это первый симптом коронавирусной инфекции. То есть это такой педагмоничный симптом, можно даже сказать, который свойственен непосредственно этому заболеванию. Или у меня температура 37,1, 36,9, а эта температура, она иногда даже не чувствуется и переносится на ногах нормально, и он этому не придаст значения. А в штабе все-таки это проконтролируют. Вот почему до последнего я не отказывался от точных вот таких форматов и работы штаба. Я говорил, давайте мы там все облучать, дезинфицировать, все, что угодно делать, но оставьте нам штабы. В некоторых регионах, в крупных, в городах, мы перешли на районные штабы. То есть у нас был не один штаб, а весь город, а два-три. В Москве их было по количеству округов. И Мосвалантер в Москве тоже огромную работу с простоми наркотиками проводил. И центр «Моя карьера» тоже большую деятельность в этом направлении. После очного инструктажа они подписывали добровольное согласие на волонтерскую деятельность, подписывали согласие на обработку персональных данных, и на сайте они это все еще раз подтверждали. Мы проводили для них инструктаж, у нас были видеоролики, которые они могли посмотреть, и им выдавались заявки. То есть это все было очень подробно расписано в методах рекомендаций, поэтому в целом по стране вся система у нас работала примерно одинаково, плюс-минус. Но я мог быть уверен, что все этапы человек пройдет. И в этом была заинтересованность и организатора добровольческой деятельности, потому что в этом случае он как-то хотя бы мог сказать, что я сделал все, что необходимо, но вот так получилось, что не уберегли. Но таких ситуаций, опять же, такие ситуации были единичны. И из таких вот этапов подготовки это, наверное, обучение и использование средств индивидуальной защиты. Оказалось, что многие люди действительно не знают, как правильно снять перчатки, как правильно мыть руки. Вот такие банальные вещи, которые нам кажется, что мы все очень хорошо знаем. Как правильно носить маску, как ее нужно одевать, как ее снимать, как часто ее нужно менять. И вот это все мы должны были вдалбливать, в прямом смысле слова, извиняюсь, такое грубое выражение, в головы людей. И иначе мы не могли вообще свою работу построить. У нас были люди, которых мы не допускали до волонтерской деятельности, людей с хроническими заболеваниями, потому что для них риск выходить на улице. Людей 50+. У нас же есть огромная команда сферных волонтеров, которые сказали, а мы, почему в стороне, мы готовы принять участие, но мы понимаем, что для них это тоже риск. Мы их не допускали до волонтерской деятельности. У нас даже было несколько конфликтных ситуаций с селебрити-звездами возрастными, которые говорили, ну, мне 60, но я хочу быть волонтером, и вот там под камерой они очень хотели съездить. Ну, может, там попиариться, может, в каких-то других целях, может, действительно помочь. Ну, просто мы не допускали их. Кто-то там потом написал в социальных сетях, и, конечно, вся наша деятельность шла под лупой общественного надзора, наблюдения и средств массовой информации. Это тоже, понимаете, нас в определенном образе стимулировало, потому что мы знали, что любой факт, который произойдет, где-то там кто-то заразится, это тут же все всплывет, и это нас дисциплинировало в каком-то плане. Это, наверное, хорошо, чтобы так было. И тут вот и медики, которые в регионах нам очень сильно помогали, там и СИЗы предоставили первое время, когда их, ну, то есть вот мы начали там 17-18 марта, ну, чтобы отправить в регионы средства водозащиты, нужно их закупить и отправить. А у нас начались проблемы вообще с их покупкой свободы. Помните, да, когда они пропали из аптек, когда невозможно их где-то закупить? У нас были договорены с Минкомторгом, эти борты из Китая. Это мы погрузились, и теперь я могу, наверное, сказать, что я специалист во всех СИЗах и в разных антисептиках. Как есть Сомелье разбирается в вине, вот я антисептика МИЕ разбираюсь в очень хороших антисептиках. Я вам могу рассказать и про глицерином и стантенолом, и чтобы руки липли, и чем отличается гель от спрея от какого-то другого, в другом состоянии находящихся средства. И наши ребята в регионах тоже самое, честно говоря, проделали такой путь, они уже стали, знаете, настоящими инфекционистами и вирусологами. Они все разбирались. Мы и анализировали, и вот сейчас это делаем, когда у нас ребята говорят о том, что мы предлагаем деятельность прекратить по акции, мы вместе в регионе, мы анализируем эпидемиологическую обстановку в регионе, что просто смотрим, актуально, не актуально, и какие-то меры, которые мы принимали, они все равно под каждый регион подстраивались с учетом региональных особенностей. Это тоже было очень важно нам понять, вникнуть, и в принципе мы понимали, что в каждом регионе происходит, у нас была карта. Вот это очень важный, кстати, момент, это, наверное, контроль отработки всех, потому что мы о себе везде заявили, на паннерах везде написали, горячие линии всем раздавали, люди звонят, обращаются. И главное, чтобы срок от их обращения до получения помощи был минимальный, потому что иначе люди скажут, а зачем нам продукты через неделю? Нам же нужны они сейчас, вот мне сейчас нечего есть, принесите мне продукты. А если вопрос был в лекарствах, а если они жизненно необходимые, то это вообще вопрос нескольких часов. И у нас были специальные пометки в системе. У нас был целый специальный отдел, который занимался контролем и отслеживанием заявок региона. Мы видели же, что где-то заявки подвисают в каких-то регионах, значит, там не настроена работа. Для нас красный сигнал, звоночек, что нужно помочь этому региону, нужно прям вникнуть туда. В идеале нужно было бы выехать в регион, но у нас нет возможности выехать. И мы вот по зуму подключались и протировали иногда координаторов, которые не справлялись, потому что тут очень было важно, если мы уж назвались груздям, то людям помочь в полном объеме. И то, что мы им обещали, им предоставить, иначе бы это был обман. И, ну, очень приятны были позитивные отзывы, которые нам на горячую линию звонили. Там вот статистики на сайте, есть количество обращений, есть количество выполненных заявок. Ну, есть количество людей, которым помогли. И там получается, что количество обращений больше, чем количество людей, которым помогли. Там были, конечно, не профильные звонки, а были звонки с словами благодарности, которые мы, ну, это не что-то человеку нужно дать. Он просто благодарит, и люди удивлялись, что в такое непростое время, либо когда кажется, что никому дела, ни до кого нету, и когда каждый думает о себе, государство думает о системе здравоохранения, о каких-то глобальных социально-экономических вещах, находилось внимание и забота каждому. Особенно ветеранам, когда мы там и парады перед подъездами устраивали, и адресные поздравления, и песни, и танцы в масках с этими антисептиками, протестированные на коронавирус. Это была целая спецоперация, чтобы организовать эти мероприятия. Да, Павел, спасибо огромное. Вы, на мой взгляд, как-то подошли или частично затронули тот вопрос, который я хотел следующий задать относительно заявок. Я понимаю прекрасно, что их действительно было невероятное множество, но совершенно очевидно, некоторые из них были, мягко говоря, неоправданы. У меня вот есть коллеги в Московской области из благотворительной организации, они тоже взялись помогать разным людям, и вот руководитель этой организации рассказывал мне про такой курьезный случай, как в одном, каком-то, видимо, поселке недалеко от подмосковного города к ним пришла заявка, и они туда попросили поехать волонтера или нескольких волонтеров. И приезжает, ну, какой-то дом на окраине села, значит, как-то все пустынно, выходит какая-то бабушка несчастная и выдает им список продуктов. И список продуктов, там, значит, ну, условно, такой, значит, водочка, селедочка, и корочка, значит, соленые огурчики. Они говорят, бабушка, а, собственно, что происходит? Она говорит, ты понимаешь, Милок, завтра сын ко мне в гости приедет, надо же мне как-то стол накрыть, подготовиться, вот хотелось бы встретить сына человечески. Они говорят, а сын не может этого купить? Она говорит, да нет, вот хотелось бы, чтобы вы купили, и так далее. Вот. Вот, собственно, наверное, и у вас были такие случаи, но я не про кейсы, я именно, а как вот предварительно вот это все проверялся? Это очень интересно, особенно при таких объемах невероятно. Да, у нас, ну, я не буду рассказывать, у нас там были случаи, 10 килограмм сахара нужно было купить, и коньячок ветерану, вы что, ветерана оставите без коньяка на праздник, и сигареты, они не жизненно необходимы, я без сигарет умеру, если не купите их, ну, и много чего другого. Вот у нас существовал второй прозвон, мы поняли, что без него нам никуда. И штабы, полуцентры штабов осуществляли этот второй прозвон, уточняли список необходимого, и в нужные моменты корректировали их. У нас были ограничения по количеству закупаний, мы понимали, что волонтер не сможет унести на все 30 килограмм продукта, или 20 килограмм, это просто нереально, он не поднимет это все. Поэтому у нас было количество ограничений, а у нас вообще преимущественно женщины, волонтеры, девушки, у нас примерно, ну, опять же, у нас было очень большое количество молодых людей, где-то процентов 30-35, что вообще не свойственно нашей системе волонтерства, у нас всегда там, наверное, мужчин процентов 15-20. Мы делали второй прозвон, и людям как-то тактично, очень мягко старались сообщать о том, что вот то, что они просят, это не товар и продукт первой необходимости, поэтому мы не можем просто их приобрести, давайте просто подумаем, что вам нужно действительно для того, чтобы помочь. И были обиды, были жалобы, были там скандалы какие-то, но мы просто понимаем, что без этого никуда. Ну, вот люди, люди с ней все разные, но ограничивая там всех, мы не могли, в каждой ситуации нужно было подходить индивидуально. Первое время, почему мы так как бы в это вникли с историей, вот первый, наверное, такой совет, что если вы что-то начинаете, попытайтесь на собственном примере все это испробовать, вот первые, наверное, недели полторы штаб московский работал на базе нашей дирекции, вот прямо в соседних кабинетах. И я, как, и я, чтобы мне погрузиться, мне не надо было куда-то ехать или куда-то идти, кому-то, я просто приходил, открывал компьютер, садился, смотрел, звонил и просто сам понимал, удобна ли вообще эта система, которую мы придумали и реализуема ли она. Это позволило нам погрузиться в эту всю историю и как-то прочувствовать ее. То есть прием заявок у вас, он не был связан с некой системой социальной защиты городов, сел, регионов или был? То есть у вас был все-таки вот этот номер 8800 и по нему вы работали? Еще приложение было. Ну, приложение, да. Но я имею в виду, вот там, опять же, в городе Рязани есть система социальной защиты, есть список людей, нуждающихся, инвалидов. Вы так с ними не работали. Вы просто напрямую с гражданами. Да, нужно нам понимать, что когда у нас было много заявок, нам было бы отработать те заявки, которые активно к нам поступали. Потом, когда количество заявок ослабевало на какие-то регионы, это всегда проходило по-разному. Мы вообще иногда не понимали, с чем это связано. Ну, то есть вот, всю неделю ничего нет, и потом, оп, всплеск. Роль покажется, наверное, с выходом из СМИ каких-то, да нет, не было выхода из СМИ. Ну, просто у нас вот было очень много заявок всегда в субботу, воскресенье, понедельник. Ну, вот, может, люди в выходные задумывались о продуктах или привыкли покупать выходные, и поэтому они всегда сделали заявки в выходные. Нам приходилось, конечно, вместе работать с соцзащитой. Когда у нас ослабевал количество поток заявок в активном формате, мы просто брали списки, прозванивали пожилых людей или инвалидов, или малоимущих и предлагали им эту помощь. Ту помощь, которую мы оказывали бесплатно, бесплатные продуктовые наборы, мы раздавали только по спискам соцзащиты. То есть регион формировал сам списки и добавлял туда, кого он считает нужным, потому что там, в Москве, тяжело понять, кто у них нужен, нуждающийся в регионе. Мы их выдавали по спискам соцзащиты, и это тоже нужно, это же выдать не 100 человек, не 200 человек, это у нас там полтора миллиона человек, то есть надо систему ввести в электронную, все проконтролировать, отчитаться перед благотворителем, чтобы нас всех тут не скрутили, потому что мы за это все отвечаем. Я подписываю все документы. И в некоторых случаях соцзащита сама передавала, ну, тут разные были коллаборации соцзащиты в регионе, где-то они вообще работали вместе, где-то волонтеры садились в колл-центр соцзащиты, и им помогали, где-то волонтеры помогали в колл-центре Минздрава, где-то, ну, и параллельно с этим наш колл-центр работал, и у них вообще был один колл-центр, который делал все это вместе. Где-то сотрудники соцзащиты оставляли заявки массово, ну, то есть они передавали список, говорили, вот 500 человек, вот им нужно это. Мы не можем работать, потому что сотрудники соцзащиты, это в большинстве случаев люди, опять же, пожилые, и они тоже ушли на самоизоляцию, нам пришлось подхватить их задачи. Да, понятно. Правильно ли я понял, что управление волонтерами на местах, ну, предположим, я вот этот, не знаю, опять же забыл, как вы называли, координатор, да, в каком-нибудь одном из районов какого-то города. Я управлял волонтерами через вот какой-то вот этот портал ваш, да, или кто как хотел, то есть кто-то там в чате, кто-то еще. Нет, 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 у нас был общий подход через портал, они работали с людьми, но понятно, что для коммуникации каждый мог выбрать какой-то канал коммуникации, который ему удобен. Кто-то там чат в ВКонтакте, кто-то чат в Ватсапе, это уже коммуникация с готовыми волонтерами, которые прошли все этапы подготовки и работают. Там ставится отмечка в специальном личном кабинете, и все, мы видим, и мы статистикой обладали, сколько кого волонтеров по стране, по каким функциям, кто задействован, кто нет, кого отработали, кто нет, и были муниципальные координаторы и муниципальные штабы, которые позволяли нам в муниципалитетах это все отрабатывать. И, наверное, как-то все так вот очень прониклись и понимали, что единый подход даст нам просто, уберет путаницу и позволит нам как-то более, наверное, четко отрабатывать. Потому что если бы каждый тут начал говорить, а вот у меня есть своя система, у меня своя, я буду работать только через нее, то у нас, наверное, ничего не получилось. Ну, то есть, все волонтеры, которым вы доверились, которые доверились вам и которые реально работали, они все были зарегистрированы вот на портале Добру.ру, да? Да. И это было обязательное условие. То есть, если человек говорил, я, не знаю, не хочу, не умею и еще что-то, значит, он не становился волонтером. Да. Ну, то есть, он мог стать волонтером самостоятельно, но мы не могли обеспечить естественной защиты и мы не могли нести ответственность за его поступки. и если нам позвонили бы и спросили, это ваш волонтер, мы проверили по базе и сказали, не, это не наш волонтер. То есть, мы не могли подтвердить его статус волонтера, потому что мы его не видели просто в системе. Поэтому люди регистрировались. Но я думаю, что были и те волонтеры, которые не были зарегистрированы. В этом, наверное, нет ничего плохого. Тут регистрация рассматривается не как просто там, чтобы набить нам базу для красивой цифры, а чтобы просто мы могли списать на кого-то средства защиты, как минимум, и чтобы просто координаторы, если бы мы все писали в личные сообщения или в гугл-форме, он бы, наверное, свихнулся. Потому что поток шел огромный. В Москве там это 15 тысяч человек. А какое дальше было дробление? Вот координатор города, ну, та же Рязань, а у него что дальше? Какие-то там десятники, тысячи? Так, если это были крупные города, то у них были районные какие-то окружные штабы, и там были свои координаторы. У нас было несколько человек, которые... То есть у нас прошло разделение внутри штаба, часть ребят работала с волонтерами, их, с новичками, обучение, инструктаж, прозвон первичный, прием, выдача СИЗов, расписаться во всех журналах, все подписать. Другие работали только с заявками, с заявителями. И вот было такое разделение, прям целый конвейер, чтобы просто люди не запутались, и никто не остался обделенным. И были в штабе человек, который отвечал за муниципалитеты, и в каждом муниципалитете был координатор, и он с ними был на связи, передавал им заявки, пересыл, вносил их ответы в базу, в систему, закрывал заявки, чтобы мы видели, что заявка выполнена. Ну, то есть какую-то обратную связь от них имел. Но такая вот сетевая структура, стандартная, она, конечно, в этом плане нам была необходима, без нее мы тоже, наверное, не сделала. Я правильно понял, мне это важно, что у вас было, да, такое вот определенное разделение труда, да, были те, кто работают с людьми, как непосредственные управленцы волонтерских этих команд, и были те, кто работает как раз с благополучателями, с заявками и так далее, да? Да, да. И очень важно, чтобы эти потоки не перекрещивались. Да, ну, мне лично это очень близко, вот, поэтому, ну, мне это очень откликается, да. При подготовке волонтеров какие основные вопросы вы считали необходимо донести? Ну, учитывая, понятно, что сам труд, он, грубо говоря, не ахти какой за умный, так сказать, сходить в магазин там, ну, или еще что-то, да, сделать, но все же вы хотели на чем-то акцентировать внимание, чтобы быть уверенным, что человек что-то знает, важно. Да, это, во-первых, рассказать, что такое коронавирус, какие пути передачи есть, какие симптомы, чтобы человек мог получить просто из правильных источников информацию, потому что много чего в интернете стали писать, в телеграм-каналах, и не каждый догадает, зайти на сайт stopcoronavirus.rf или там посмотреть какие-то официальные видеоролики, ну, просто рассказать эту информацию. Второе, это особенность общения с пожилыми людьми, основы такие гириатрии, нам тут директора центра гириатрии федерального Качева очень сильно помогла, она сама прочитала одну лекцию, нам коллеги из Роспотребнадзора помогли с эпидемиологическими вопросами, с санитарными правилами, как все это правильно сделать, и, конечно, мы рассказали ребятам про их механизм работы, потому что, несмотря на то, что прийти в магазин и купить это не трудно, у нас есть заявка, есть форма определенная, есть формат и отчетность, и закрытие заявок, и их получение, выдачи деятельности в штабе и действия при непредвиденных чрезвычайных ситуациях каких-то, ну, непредвиденных, если вдруг там заявитель не отвечает, если вдруг заявитель на тебя накричал, если вдруг заявитель на тебя чихнул и у тебя поднялась температура, что делать? И вот многие такие случаи, или если мы звоним заявителю, а он говорит, знаете, а у меня коронавирус, у меня подтвержденный коронавирус, я нахожусь дома, у меня легкая форма, я на самой, на карантине, но мне нужны продукты, это же к нему идти, нужно было совсем по-другому, мы полностью одевали эти костюмы химзащиты, официальные маски, мы тоже отправляли в регионе эти экраны защитные, у нас были маски большой защиты, там 3М, которые позволяют полностью защитить самого человека, который работает, ну, и, то есть вот тут уже все это подразделялось в зависимости от, и это все тоже в обучении, мы координаторам уж точно говорили, а вот для волонтеров ограничивались этим курсом. то есть вы не в случайном порядке, но заранее для себя решили, что вы будете работать и с теми, кто уже болен, и может быть источником, да, вот инфекции для других, и с теми, кто просто на самоизоляции. И для тех, кто болен, вы уже заранее определили, что в каждый регион вы направите вот эти специализированные средства защиты, для некоторого количества в обучении. но мы понимали, что нам не деться никуда от этих людей. Чем больше людей оставалось дома, тем больше, тем все равно формировались заявки, кто им поможет. И мы тут разные, там и через, через день входили медработники, и мы вот в некоторых случаях через медработника передавали, что прямого контакта не было. И, конечно, тут у нас бесконтактная передача была. Когда человек переводил деньги на Сбербанк онлайн, мы покупали, вешали продукты на ручку, звонили и уходили. Ну, звонили, уходили, человек открывал дверь и забирал продукты. А список дел, которые брали на себя волонтеры, он был у вас закрыт и фиксированный, или все-таки вы оставляли право решать непосредственному координатору? За что браться? У нас были основные направления, и их было достаточно, ну, их вот, я перечислил, это психологическая помощь, юридическая помощь, помощь в покупке лекарств, помощь в медицинских организациях и онлайн-помощь. И, конечно, в разделе онлайн-помощь все, что возможно, дистанционно сделать, все относится туда. И поэтому в каких-то регионах нас будет... А нельзя ли перечислить? Очень интересно, а что это? Онлайн-помощь, ну, даже тот же самый фонд «Старость в радость», когда они созванивались с домами престарелых по видеосвязи и общались с ними. Это онлайн-помощь. Ну, это да. А для вас вот... Ну, и наши тоже в этом участвовали. То есть мы помогали и привлекали им людей к этому направлению. И регистрация шла общая, мы передавали им в списки. У нас были, например, сотрудники колл-центров, которые работали на удаленке, потому что это тоже дистанционная помощь. Нам нужно было сверять какие-то данные, работать с таблицами, работать с форумами, такая вот административно-организационная работа большая, они этим занимались. У нас были и дизайнеры, и видеографы, которые помогали нам обучающие видеоролики создавать. Они тоже это делали в формате онлайн работы. То есть в каждом регионе координатор знал, что у него есть какой-то пул людей, там, 10, 20, 30 человек, которые готовы онлайн чем-то им помочь. И вот не выходя из дома, только дистанционно. И эти задачи он им сдавал. И у каждого это были свои задачи. Правильно я понял, что и все координаторы, и все руководители штабов и так далее, это были все волонтеры. Или руководители штабов это все-таки сотрудники тех организаций, с которыми вы партнерились? Ну, чаще всего это волонтеры были. Чаще всего волонтеры. Они где-то работают, нам некоторые из них где-то работают, но они у нас не были трудоустроены ни в штате, никак по-другому. Это тоже определенный такой, был для нас челлендж, как организовать эту деятельность, как человек может руководить ежедневно волонтерской деятельностью, например, 4 месяцев, и не получать ничего за это. То есть это его не основное место работы. Но так как была удаленка, закрылись вузы, нам удалось вот так людей вовлечь. Это их такой геройский поступок. Да, это понятно, но все равно занятость людей была очень большая. И вы все-таки справлялись, когда вот этот один координатор, ну вот к нему должны же приходить вот эти новички, там вот этот какой-то инструктаж, подписание документов. Я думаю, что на первых этапах, пока вы формировали основной пул волонтеров, это был он действительно там 24 на 7. Или вы как-то их парно делали, то есть как вы выходили из проблемы вот этой жуткой занятости. Ну, у нас координаторы штабов в большей части случаев они занимались чисто административно-организационными вопросами, коммуникациями с нами и координацию своих координаторов, ну, которые, тим-бидеров, которые работали в штабе. По сути, они сами-то, наверное, никого не обучали и сами-то никого не обзванивали. Они просто... У нас было там 2-3 координатора, которые работали с новыми волонтерами, они сменялись тоже, чтобы соблюсти все правила. У нас были кул-центры, которые работали, руководители кул-центра, которые обзванивал, и у нас были выездные группы, их тим-лидеры, их координаторы. И, по сути, координатору нужно было просто эту свидетельность организовать и ее контролировать. То есть работа была распределена по другим волонтерам так, да? Ну, что это было так или иначе, ну, в общем-то, как-то посильно, да, чтобы люди не отваливали. Да, да, да. Ну, и, конечно, они сами это понимали, но у нас где-то были истории, где не справлялись координаторы, и там мы все понимали, мы тоже от них понимаем, что не каждый на это пойдет, не каждый согласится и найдет время на это. Психологическая помощь, вы ее упомянули. Я знаю некие попытки московских благотворительных организаций во время эпидемии тоже наладить аналогичную помощь, телефонную помощь и так далее. И все известные мне случаи показали невостребованность в этой теме. Мне трудно объяснить, почему, и никто до сих пор не может внятно себе ответить. То ли, может быть, люди боялись раскрываться, то ли еще что-то. В регионах что, это было востребовано? Ну, мы должны понять, что для того, чтобы это было востребовано, это должно быть очень удобно. Именно для этого у нас был и федеральный колл-центр, именно для этого у нас и был чат. Потому что аналогов бесплатного предоставления людям психологической поддержки в режиме сообщений в чате не существует. Ну и вообще, бесплатная психологическая поддержка, она есть в некоторых регионах, на уровне регионов, на некоторых учреждениях и в некоторых крупных федеральных центрах, опять же, на каком-то прикрепленном к одному учреждению, на медицинской психиатрии, в Нисепске, у них есть реально психиатры в колл-центре, которые работали, помогали. Просто мало кто об этом знал. И для того, чтобы это было востребовано, нужна, во-первых, информационная кампания, которую мы провели достаточно отдельно. И, во-вторых, когда люди звонили и спрашивали, чем вы нам можете помочь, они говорили, что есть возможность пообщаться с психологом, и многие из них просто, ну, это просто соглашались, потому что это то, что, ну, а почему бы и не попробовать? А вот, а у меня же еще и на работе зарплату уменьшили, а у меня еще, я с мужем или женой живу столько времени бок о бок, и у меня уже тошнит от нее или что-то такое, а у меня вот дети мне на голову прыгают, потому что они никогда не ходят в школу, но и проблем бытовых семейных появлялось очень много. Ну, и, во-вторых, конечно, люди, которые звонили на горячую линию, многие из них были в таком непростом состоянии, и оператор, понимая это, переводил их на психологов и предлагал им психологическую поддержку в таком активном формате, и это нам позволяло их обеспечивать всегда работой, то есть у них работа и загруженность была всегда, когда мы начали вести по этому вопрос широкую информационную кампанию, и количество обращений, мне кажется, достаточно приличное, там около 130 тысяч человек, которые непосредственно получили помощь, и около миллиона человек, которые зарегистрированы в чат-боте, и которые в него зашли, посмотрели, ознакомились, ну, и не стали по какой-то причине обращаться. Поэтому я думаю, что в этом плане мы тоже немалую работу провели, и, наверное, если... У нас просто нет культуры обращения к психологу, люди не понимают, с какими вопросами можно обратиться, зачем это можно сделать, и какую помощь там можно получить, но потихоньку нам нужно это направление тоже развивать. А вот технически нам довелось здесь тоже поучаствовать в организации ну, вот онлайн-собеседований и так далее, ну, с точки зрения самого процесса, я думаю, это похожая история. Вот волонтер, психолог в данном случае, он же не может сутками сидеть и ждать, пока на него там что-то перенаправят. Он, наверное, вам заранее говорил какие-то свои временные промежутки, да? И это что, вот сводились какие-то вот эти мега-таблицы, и что оператор, он как-то видел эту таблицу и видел условно, что сейчас там, ну, не знаю, какой-нибудь Василий свободен, да? И перенаправлял Василию или что как-то вот? У нас существовал, во-первых, облачный колл-центр. У нас существовал колл-центр настоящий, где сидели операторы и принимали звонки. И психологи у нас работали по два, по три часа. У нас был себе определенный график. Мы понимали, когда какая-то загруженность, когда нужно больше психологу, когда нужно меньше. И они работали со своих компьютеров. Было специальное программное обеспечение, оборудование, которое позволяло им дома подключаться просто к компьютеру и два-три часа просто быть в сети. Они могли заниматься своими делами, но это просто было очень удобно. Это если мы говорим про... У нас не было колл-центра, где сидели только психологи. Он был там в Красноярдарском крае, что ли, в одном регионе. Остальные все психологи. И это нам позволяло человеку из Москвы проконсультировать кого-то на Камчатке. Но он не спит, и вот он решил помочь. А с психологами это вообще целая система. Это же нужно было их обучить, собеседовать, подтвердить их квалификацию, их статус. Нужно было супервизию проводить регулярно, и мы это делаем. И их дополнительное обучение с учетом работы в тех ситуациях, в которых мы работаем, и обучить их работать в этом всем оборудовании, куда там нажимать, смотреть, как что делать. И чат-бот. Тоже непривычный формат. В нем тоже люди сидят, но там такая саморегулированная система. Там люди, мы не контролируем их графики, но там постоянно кто-то есть, кто онлайн, и кто может помочь. Ну, чат-бот все-таки это для относительно, видимо, людей технически продвинутых, да, потому что это нужен какой-то смартфон, наверное, да, и можно предположить, что большая часть пожилых людей или людей с инвалидностью в регионах, наверное, не обладали такой техникой. А вот по поводу отбора психологов, то есть по отношению к ним все-таки в отличие от волонтеров, которые покупали продукты, вы все-таки вводили, что индивидуальные почти собеседования с каждым, чтобы принять его в программу? Конечно, с каждым были индивидуальные собеседования, оценивали свои знания, они разделялись на определенные направления, потому что есть психологи, педагоги-психологи, которые работают с детьми и в квалификации дети, есть психологи-наставники, это опытные психологи, которые уже, может быть, сами-то и не хотят консультировать, но они могут проводить супервизии, они могут чему-то обучать, у нас была такая категория людей, или это, у нас было очень много известных психологов, которые просто не афишировали, у которых там приемы стоят десятки, сотни тысяч рублей, но они просто помогали в качестве волонтеров вот в этом направлении. Они создавали какие-то материалы, у нас есть группа целая, они там загружали, дорабатывали, писали какие-то посты для социальных сетей по этим вопросам, помогали нам в методической части в наших новостях и постах как-то рассказывать людям, как преодолеть этот стресс, пандемия. И у нас были врачи-психиатры, которые уже занимались тяжелыми, запущенными ситуациями. У нас были психологи, которые имеют, и это было плюсом, если у него есть опыт работы в кризисных ситуациях, это определенный был для нас как бы значок, что это точно проверенный человек, у него есть необходимый опыт, навыки. И с каждым проводили собеседование. Тут мы опирались на деятельность профессиональных психологических ассоциаций. У нас таких было несколько организаций, которые экспертно тут вот брали вверх, и мы организационно им помогали, а они уже проводили всю экспертизу людей, и мы им давали все инструменты для того, чтобы они могли осуществлять свои деятельности. Да, спасибо. Но получается вот, что вот люди, которых нет смартфонов и так далее, в регионах, они просто звонили со своего телефона, да? А вот эти психологи, у них уже была какая-то программа, да, и они, соответственно, общались, и в этом смысле они были достаточно защищены, потому что их личные там номера, они не светились. Да, конечно. У нас, получается, было две категории психологов. Кто-то работал на горячей линии, кто-то работал в приложении мобильном. И те, и другие, как бы, кто-то и там, и там удавалось, но чаще всего это были разные категории, и для каждого находился какой-то канал коммуникации, удобный для него. Или это чат, или это звонок по телефону. И, конечно, мобильные телефоны, но у нас были ситуации, когда психолог понимал, что ситуация сложная, потому что психологическая помощь, это же не укол сделать, да, это все-таки процесс длительных, нескольких процедур, которые необходимы, провести консультации. И в некоторых случаях они обменивались телефонами, там, и переходили в спайд, где-то продолжали уже беседу вне горячей линии общей. И вы это разрешали, да? Да, да. Потому что, ну, в принципе, мы понимали, что эти люди все адекватные, у нас психолог, потому что мы с ними пообщались, то есть это, и общался с ними один человек, который сидел тут у меня в дирекции. я понимал, что это контролируемый процесс. и во-вторых, так или иначе, это все равно могло произойти и не здесь. Это он мог найти человека в социальных сетях и с ним начать общаться. Понятно, что могут быть везде какие-то риски, но мы, конечно, старались их минимизировать. И кто у нас так делал, мы все равно как бы были в теме и в курсе, где у нас ситуация происходит. Каких-то там личных дополнительных контактов, скайп-консультаций, всего остального. Ваша акция, вот эта вот всероссийская, она, на мой взгляд, дает возможность оценить некое такое, именно за счет огромного масштаба, дает возможность оценить достаточно точно некое соотношение между управленческим аппаратом, в данном случае неважно, волонтеры, это были не волонтеры, я имею в виду те люди, благодаря которым все совершалось. И непосредственно люди, которые работали на земле, которые вот или консультировали как психологи или ходили по квартирам. Вот, а вы не считали это соотношение? То есть сколько людей волонтерил, не волонтерил, неважно, вот они были этими этим лидерами, координаторами, менеджерами, там, консультантами какими-то, но не подопечниками, не благополучателем, а вот самой системой. И сколько людей участвовало непосредственно в работе на местах? Вот как бы это соотнести? Очень интересно. Я думаю, что это примерно, наверное, тысяча человек, считая муниципалитеты, то есть у нас были прям организаторы-организаторы, которые целыми днями организовывали, а были муниципалитеты, понятно, что там три заявки в неделю, ну и он постольку-поскольку просто организовывал эту работу. Я думаю, что примерно тысяча человек у нас занимались организацией этого всего и имели хоть какие-то либо административно-таки организационные функции, не всегда, не регулярно, не подумаешь, аппарат сидел, а вот получается сто, там, сто восемнадцать тысяч волонтеров, которые работали, или которые там в резерве, ну, ну да, один к сто двадцати, там примерно. Ну, не знаю, для меня это какая-то очень низкая цифра, я ожидал, что это будет процент в двадцать, вот, а тут один процент, круто, вот, надо это как-то осмыслить, то есть получается один человек содействовал работе тысяч, работе ста человек, наверное, так и есть, я не оспариваю, просто неожиданно, я думал, побольше будет. Это интересная, на самом деле, тема, я что-то сам даже не задумывался, надо бы нам, ну, это я просто так прикидку сказал, цифру, наверное, нам нужно бы, конечно, более тщательно этот вопрос изучить, посчитать, сколько реально у нас было этих людей, потому что мы-то, у нас, из-за того, что у нас сетевая структура была, мы взаимодействовали, вот, наша дирекция взаимодействовала с 85 регионных людьми, и мы не всегда знали, сколько у этих людей в регионе еще координаторов, ну, примерно, мы можем предложить, там, в каждом муниципалитете он есть, а еще же они там могли любые структуры, любые схемы по настой, мы просто давали рекомендации как-то сделать, они уже сами дальше в деятельстве страйла. Ну, это я к тому задал вопрос, что очень часто, именно по отношению к волонтерам, я считаю, что это такой, один из мифов, что волонтеры, это такая супер самоорганизуемая система, то есть, там не нужно ни начальство, ни управление, ни менеджмент, ни поддержка, вот, они как-то хрязь такие, вот, и создались, и поэтому, ну, в моей как-то голове, что, ну, не знаю, конечно, может быть, там не один на пять, ну, не знаю, но может быть, все-таки один на пятнадцать, вот, ну, условно говоря, да, один некий условный управлений, там, на десять, на пятнадцать, не знаю, как-то так, вот, потому что без этого, все-таки, да, порыв у людей есть, но чтобы эта история жила долго, изо дня в день, делала одно и то же, здесь все-таки нужно как-то, и поэтому ваши цифры, они безумно интересны, поскольку они показывают, да, но я думаю, что нам тут позволяла просто вот конвейерная система, которая у нас была, потому что, и какой-то вот универсализм, да, потому что поступала заявка, она была в одной форме, задача координатора была просто передать заявку волонтерам, он с утра проводил, и там, я не знаю, четыре инструктажа, на каждом инструктаже было по пятнадцать волонтеров, он их всех выпускал, вечером он поносил, поносил их результаты в единую систему, и поэтому, наверное, вот эта универсальность позволила нам сократить вот это количество организаторов, потому что чем больше организаторов, с одной стороны, тем проще, наверное, больше контроля, а с другой стороны, тем большее количество людей нам нужно обучить, подготовить, и нести как-то за них ответственность, и они будут представлять там и нашу позицию, и наши интересы в том числе. Как вы думаете, вот система ваша, где вы фактически, условно говоря, проверку конкретного волонтера растворили в разных других, как сказать, не знаю, в разных других каких-то опциях ваших, что ли, там сама регистрация на сайте, ну, кто не хочет, тот не придет, там еще что-то, еще что-то. Насколько вот такое доверие к человеку без личной проверки, понятно, что у вас и масса огромная, некому собеседовать, но все же, насколько это применимо для каких-то обычных НКО, вот какое-то НКО, да, посмотри, вот скажет, а вот мы вместе, ребята, они, значит, не собеседовали, поэтому вот давайте и мы, и так далее. или все-таки вот то, что у вас-то было растворено, это было определенным гарантом, но у обычного НКО этого как бы нет, не будет, и поэтому лучше проверять. Конечно, это большие массы людей, которые регистрировались, необходимо было обеспечивать безопасность в всей этой деятельности, которую мы проводили во многих регионах совместно с органами силовыми, определенные процедуры для безопасности волонтеров и заявителей, они проводились. Ну, это вот, например, есть портал UDU, если вы знаете, да, там же тоже идет проверка, там есть соглашение, и человек оставляет разрешение на это, и каждый из работников вот этих, он тоже проверяется, чтобы он не был из каких-то, тоже может быть, криминальным прошлым. Да, но там есть различные базы, различные возможности, но я думаю, что каждый регион так или иначе, ну, это не была наша рекомендация и подсказка, но так или иначе, каким-то образом их проверял регион, там, или в МВД передавали списки, или самостоятельно там как-то проверяли. Я думаю, что, конечно, для обычных НКО, в обычное, в рабочее, ну, такое вот рядовое наше время, это, конечно, не вполне применимо, потому что, во-первых, мы работали с минимальным или с отсутствием контакта с заявителями, потому что мы бесконтактно передавали, и, по сути, человек взаимодействовал с нами, а с заявителем иногда даже вообще не контактировал. Он, конечно, знал его адрес, знал его филу, вот это, наверное, риск. А он не заходил к нему в квартиру, он не работал с детьми, он не заходил в медицинские или социальные учреждения, ему не нужны были никакие справки, и он не вступал в какие-то длительные или контакты, не передавал какие-то там свои знания, мы не должны были... Ну, вот про самое наше массовое направление, я не говорю про волонтеров-психологов, там мы с вами поговорили, что там были собеседования. А что тут работа была минимальная, и как-то была... Настолько была кризисная ситуация, что мы, конечно, понимали, что тут полноценную нашу систему нам нужно пересмотреть и ее реализовать просто невозможно в том режиме, в котором мы работаем обычно. То есть тут надо все свои принципы и понимание, а вот как нужно, смотреть через призму той ситуации эпидемиологической и тех обстоятельств, в которых мы работали в это время. И, наверное, если какие-то ошибки у нас были, то их можно простить тем, что мы работали просто в... Ну, в непростое такое вот время пандемии. Но здесь, я думаю, еще, конечно, в огромном как бы плюсом стало, что большей частью, видимо, вот если я правильно понял, там, не знаю, координаторами или кем-то там, тим-лидерами, в том числе были, в том числе волонтеры-медики, то есть те люди, которым не нужно дважды объяснять и про опасность вот этой инфекции, и про правильное отношение к защите и прочее, прочее. И я думаю, здесь тоже автоматически очень многие риски снимались в силу профессиональной подготовки. Многие вот в ваших... Наши организации, которые координировали в регионах, это были ресурсные центры, ассоциации волонтерских центров, и другие волонтерские организации, они уже там имеют примерно представление о работе в регионе. Это не какие-то новые люди, которые приехали и говорят, ну вот сейчас я тут организую. Они уже... У них есть свои активисты, и первое время они были опорой для них и поддержкой, потом пришли новые люди, эти активисты их обучали, им помогали. Юрий, я, к сожалению, уже вынужден уйти, у меня уже следующее мероприятие. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо вам большое. Если какие-то вопросы потом еще останутся, и там, может, коллеги там отвечать их буду, давайте я потом готов на них ответить уже там после, ну там через несколько дней, потому что надо, наверное, и обдумать. И вот тот вопрос про организаторам и соотношение организаторов-волонтеров, мне самому интересно, мы его посчитаем, обязательно я вам потом напишу. Павел, спасибо огромное, что нашли время, очень интересно, безумно интересно. Вот, ну, будем еще встречаться. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо огромное.